Итак, ребятушки, привет! С вами Комиссар, и сегодня я вам расскажу аж целых 10 фактов о группе Квинн. Итак, поехали! Факт номер один. Настоящий Вефредди Мэтт при Фарбус Саре родился на острове Снзибар, и вера его Зора Астризм. Факт номер два. Рок-группа Квинн не создавалась как большинство групп, то есть не было тех четырёх подростков, которые решили взять в руки инструменты и пойти репетировать в гараж. Нет, такого не было. Роджер Тейлор и Брайан Мэй уже давно репетировали и играли в группе Смайл, куда Фредди ходил на все репетиции и концерты. И только тогда, когда Тим Стаппл покинул группу, Фредди занял его место и назвал группу так, как мы с вами знаем по сей день, Квинн. Факт номер три. Даты основания группы Квинн считаются 27 июня 1970 года. Но всемирный день Квиннамании 1 апреля, так как именно 1 апреля 1971 года к группе подсоединился Джон Диком, и группа стала полноцем. Факт номер четыре. Известность в группе пришла спустя трёх лет упорной работы, и до этого времени Фредди рисовал свои рисунки и продавал в магазине Роджера, чтобы у них были какие-то средства существования. Факт номер пять. Брайан Мэй имеет Нобелевскую премию, и... Уважаемые знатоки, ни разу не принимал наркотики. Факт номер семь. Любимым числом у Квиннаманов считается число 39. Почему именно 39? Потому что в группе Квинн есть песня, песня и гимн под названием 39. Тут всё весьма излишне. Факт номер восемь. Если у вас есть друг Квиннаман, то вы часто слышите от него «дорогуши». Это связано с тем, что Фредди любил называть всех «дорогушами», и я думаю, что в этом у меня ничего не красивого, потому что это слово очень мило. Дорогуши. Факт номер девять. Фредди Меркури не был гомосексуалистом, как принято ошибочно считается. Фредди Меркури был гисексуалом и не оказывал в себе в отношениях ни с девушками, ни с мужчинами. И факт номер десять. Последний факт. И этот факт будет в основном чайник, когда днём Браура. Ценник Квиннаман считается 24 ноября. Именно 24 ноября с 1921 года Фредди рушил в жизнь. И все Квиннаманы не убили их. Неравнодушное к его артистуло, принято все. Я думаю, что я живу в Фредди. Желтую розу. И это очень, я думаю, приятное имя. То есть мне приятно осознавать, что есть такие люди, потому что желтая роза – это был любимый его цветок. И просто не молодцы, что так делают. Я рада, что есть такие люди. В принципе, это всё, что я вам хотела сказать. Берегите себя, берегите своих близких, слушайте хорошую музыку. И до скорой встречи!